истребитель поляна зори не знаю какое отношение имеет кольский полуостров маленький городок истребитель давайте почитаем площадь героем летчиков спущено снимать непонятно администрация низкий проспект так понимаю самая центральная улица здесь в этом городе сегодня суббота народу вообще никого могу в городе чем-то похож на губкин губкин ходит численность около 200 тысяч там 140 тысяч населения народу там городе очень не видно здесь полярные зори тоже памятные таблички атомщикам которые работали на кольской атомной электростанции но в середине города такие небольшие леса из елей ну здорово как с израни тоже самое там островки зелени строки леса я думаю летом здесь вообще отлично потому что город окружал речками и озерами лес или тайга кругом я думаю здесь природа очень красиво летом есть куда съездить отдохнуть до зимы по-моему сейчас видел на снегоходе машина везли то есть снегоход ездили на машине то есть куда-то ездить кататься центральный парк небольшой там торговый центр евро рост евро роз дом культуры там за другому культурным стадион вчера ходил искал тренажерный зал бесплатно можно заниматься тренажер современный в общем различность физически можно после рабочего времени после работы жалко только что суббота-воскресенье не работает для атомщиков бесплатно но хотя народу спа с позади было очень мало не любит народу на заниматься спортом это памятник герою великой отечественной войны полярных зорях небольшой лес вот такой небольшой город полярной зори чаще по улице погуляю посмотрим я думаю впечатление у вас сложилось народу мало в принципе сходить не крупном кинотеатра здесь нет ну рядом есть областной центр когда когда мы шли катармаш ну не помню название если народ туда катается развлекаться городская новогодняя елка дом культуры новогодние украшения которые ночью светятся сейчас время 20 минут первого про и светло но через час уже начнет темнеть это администрация города полярной зори такая небольшая рядом центральной площади такой небольшой лесок из сосен здесь к площадке стадион у них отличие сейчас сходим скажу покажу парк нашел городской наверно санаторий какой-то план парк отдыха и здоровья городе полярная зори все для тамщиков и их работников и а и и Город Поляна Зорь мне напоминает Сызрай, где среди города леса, парк хороший, а не, лес там рядом с городом, где я жил, и торт Ефремов, там отличный парк лес со стадионом, я там мини-футбольное поле делал, ну и здесь тоже зелени много, это я не знаю, тайга, не тайга, короче, красотища, город маленький, экология здесь, наверное очень-очень чисто это какая-то река или озеро на сенгоходах катается, ну, народ развлекается вот сейчас подождем немножко, я потом шутлю вот сейчас подождем немножко, я потом шутлю что, у вас первые лучи солнца, да? нет, первые были, вы знаете, наполовину солнца было, 3 января да, и оно было наполовину вышло а это что, река или озеро какое-то? это озеро, Пин озеро, Пин озеро а это что за гора там? ну, это Сопки ну, может у них есть название, но мы не знаем Сопки вот там, вот это Пин озеро, само озеро, и вот там здание, там это был населенный пункт тоже а сейчас никто там не живет, что ли? там было две воинские части, их расформировали может там кто-то еще и живет, люди живут, естественно, там и магазин есть и там была танковая часть и еще какая-то а это что, лес дикий, что ли, да? или это тоже паркотно? это? ну, да, как бы там можно далеко-далеко пройти вот если пойдете вот за эту беседочку и там это самое увидите, там тропиночка по этой тропиночке можете подняться, потом выйти вот туда, перейти выше и пройти наоборот, повернуть обратно вообще вид здесь везде красивый ну, да, здорово солнце показалось на 15 минут и скрылось время сейчас без 15 часов и солнце ушло за горизонт все, сейчас начнет темнеть, но снег пошел что-то какая-то грандиозная стройка замороженная существо или рабочая планета я люблю здесь зимние виды спорта, но лучше катаются сам, как снегом завтра завтра соревнования наверное, на лыжной трассе у них по сноуборту а лыжная по с русскому будет походу, народ здесь спортивно живет указательная станция указательная станция по России кстати, и Балаковская здесь тоже указано до Балакова здесь отсюда две с половиной тысячи километров я даже не задумался сколько расстояние от Балакова до Полярных Зарей ручей какой-то незамерзающий украитель семьи, любви и верности святые благоверные Петро Феодо феврони мурманские кстати, в Мурманской области администрация поддерживает молодые семьи и неимущие, то есть молодая семья родила первого ребенка, ему зарплаты там не доходят до какого-то минимума они 15 тысяч в месяц платят до полтора лет пока ребенок до полтора года ребенку и еще какие-то у них там социальные поддержки молодым семьям есть, которые кроме социальных поддержек от государства то есть Мурманская область поддерживает молодых семей, чтоб развивались рожали детей и 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